мне кожен трек братан красивит попередня вот векент ночью в церкви деду поперед я гоми не жопа или грудь жопа кайф в кроватке уже у меня тут идея сделаем кого давай искать какие-то вопросики а ты просто шел поотвечать на реально людям это нести свет 2 точки зрения твоей мы так давайте по музычке накидаем вопросиков это что-то ха 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 здорово я как раз смотрю видосик как чувак делает для дрэй кендрика ударку а что это за что это за тип там микс боялили не знаю не знаю как его зовут а я видел да это старая старая темка на чисто с нейр прикольно да 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 вот этот плагин торг называется по-моему даже этому видосу братан года два ну вот чувак его прикольный канал типа на русском чувак переводит видос западные девять часов назад вот он залил так а ну-ка вот сделайте так что на мастер давай что ты на мастер вешаешь обычно я на мастере вешаю этот озон и отправляем все нахуй звукарям чтобы не ебались отлично а потом я вешаю уже да типа да да на самом деле не знаете нравится как сводят типа твои биты потому что иногда знаешь типа ты задумываешь один баланс какой-то они потом берут все перелопачивают и чуть по-другому за и как-то сейчас мало чего кому-то отдаю сводить ну типа ну не знаю либо короче мастер сам я вот тоже думаю надо это но раньше было такое конечно что начнется когда ты сделал так что бочечка попердела да 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 а типки присылают бродом почистил грязь да и там волос на первом плане где-то микс задышал да да и что там бочка должна придеть да тема эфира в сути лукс то битмейкер дайте плюсики в чатик покажем сколько мир сколько нас найден битмейкер оксимирона да кстати да это как поменялась твоя жизнь после альбома оксимирона ровно никак потому что меня там не было он же делал с этим здание за закерманом сукерманом весь а вот этот трючок который будет миксеры разбирали да но он был до альбом там два трека которые долго не вошли в альбом не не а то есть реально на альбоме оксимирона тебя нет там только один чувак как с альбом марка получше чуть получше учитывая ну да ну классно а вы спорчи до делали как я понимаю это все первые на кто убил марка да но там все это большая часть порчи я горел димиксер чтобы ну как бы акцент был на большую организацию потому что он полностью мой биток здорово это великий человечек это лил кучу как у тебя дела кутюр у меня все нормально добрый час рад это слышать ты как я потрясно вот у фрути лупсика на своем месте говорится я понял тебе ты не пишешь нет я пока ну типа я сейчас в чечне и опасно как-то но я же родом из чечне чеченец москву лечу и там буду записывать треки и уже что-то с битами думаю делать папа приколи что-то провели без рэпера да я не падал не вижу мне камбэк просто посмотрю париж бэк там автор все он и очень бэк денег много на нас матерной бюджет Питер и Чопа лучше дюэк эти нехери везде у меня в менте не знаю кто будет через сто лет им нужны духи они смелые хотят со мной миг будут меня молить чтобы никого не щадить я подумал что это молодой платон это еще чуть младше сколько тебе лет 15 ну хорошо братан рад был видеть спасибо что дал куплетик до новых встреч так был нормальный вопрос наконец-то по битмейкингу топ-5 любимых синтезаторов ну короче у меня это нормальный вопрос считается ну блин ну там хоть что-то бро ну по теме хотя бы да ну хотя бы по теме я хотел как раз музыкально что-то у меня это короче инструменты да очевидно амнисфера саша яковлев любимый амнисфера аналог лаб потом векалекшн ну векалекшн это же есть аналог лаб да ну аналог лаб это сборник всех пресетов типа с викалекшн синт мастер прикольный синт мастер 2 потом я сейчас только сижу перед списком своих плагинов и понимаю что у них реально 23 короче которые ну типа контакт наверное либо я контакт как-то не считаю короче помню за это как до аналог лаб я уже говорил все не считают ну серум короче у меня их три серум амнисфера аналог лаб а ну нет еще экспант 2 экспант 2 сильный отец вот это скажешь не юзаешь не ксс не ну на шо у меня есть пару пресетов знаешь у меня есть папка с моими пресетами и там есть пару пару пресетов короче сохраненных от нексуса поэтому я не удаляю нормально я больше прикалываю сейчас по сэмплом мне больше нравится знаешь типа старые какие-то трички брать и 5 своих любимых плагинов это сэмплы сэмплы да хорошее настроение да хуй знает ну короче плагины просто заебали вот хочется чего-то более уникального типа знаешь не того что юзают все и поэтому лезешь юзать сэмплы вот поэтому со сплайса что-то можно подрезать типа какой-то лучше взять изменить своего ничего не придумаешь я помню кстати ты соблапом пользуешься соблаб сублаб 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 не пользуюсь я тебя услышал распокус так она кто тут еще есть масс в запросиках что-то я никого не знаю никто не про музыку не спрашивает как это как с сити-то с пассажир до ты выходил старт как добрый не до этого типа зовут который на меня похож добрый 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 так как решить конфликт баса и бочки это как конфликт хазбика и абду розика вот соблаб этот ну честно там просто прикольные какие-то пресеты были до пьера бурне это синт да да так и что-то не вижу да ты просто прикольно понял что он типа гармоники дорисовывают всякий когда ты вам очень высоко уходишь или вниз может еще параллельно тихонько октавку добавлять просто я не люблю все эти плагины вот там которые эмулируют 808 типа что в них нормальный слайдик не сделаешь как вот и часа во фл студии ну да я в облитоне тоже страдаю из-за слайдов надо обновиться до одиннадцатого ну или так но у меня есть флка просто блять когда попользуешься плейлистом из облика плейлист это вот там в облике намного удобнее и автоматизации делать и короче собирать вообще аранжировочку я видел прикольно в облике есть там эти какие-то кванта из аудиофайлов всякие такие темки какие-то да да варпинг удобный так а ну что у нас еще тут давайте кого-то добавим ребят кто-то кто хочет поспрашивать что-то по моему злу вы покупаете плагин или скачиваете тупо это я пришел на мак а лицензировался полностью больше ценишь как-то а лицензировался это же ну типа покупаю тебе наоборот избавился от всех лицензий или купил мне наоборот наоборот если вас еще звук до лучше стал когда лицензия ну более до такой более профессиональный ну ладно самовнушение появляется да да нет и просто больше реально знаешь когда скачиваешь полный в коллекшн у тебя и мелатрон и куча этих всех синтов и ты такой а бля пухой а когда покупаешь понял да вот темка что ценить перестаёшь да это есть да давай венджер этот купил да 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 с пацанами мы скинулись купил его блин а он вообще ужасный короче помню вообще не подходит я просто пол хотел бабки отбить это попытался что-то делать каждый день вот года ну да если еще что-то нормально купить то вообще сказка как обработать драмку мне шумно показал этот плагин df дф эксайтер называется кидаешь на группу ударных стоит что 25 баксов дф эксайт и прям раскрывает крутую ударку но надо так по минимуму очень использовать потому что мульти бэнд драйв да да прикольно вот выбираешь пресет типа драм групп и очень пиздата раскрывает и там сап и вниз и средний вверх короче типа как у тити какой-то да только драйвом орет о которых даже склеивает след склеивает那 что то у детей у защищения у тити ну stomper не у TI ти а этот стандартный который мульти бэнд da2 я вопросы позадаю у наход music sédai позадаешь пацаны скажите нахуя эквалайзер нужен скажешь довольно музыкальный вопрос слушай полагин хотел спросить тебя про мониторы новые ну просто бэрфу ты покупаешь себе ну да нормально прикольно и что ты тоже хочешь взять но как как это очень нравится максимально что можно вместить типа хату ну типа до до момента когда это супер студия или вот на хате работает но я доволен ты давай есть новый какой-то experience ну конечно они стоят своих денег ну блин наверное нет а вот об этих мониторов что ты очень советовал mtm по-моему как-то да вот бро вот они стоят своих денег потому что они реально зовут там крапаль денег типа они очень очень крутые вот еще хотел спросить а вот как хорошие мотивы придумывать вот мелодии прикольные какие-то я все делаю а минор скейл типа понял транспонирует тупо на белых клавишах играю пока что-то не понравится ты больше на микки пишешь нежели рандом на там пиано вот сегодня санек санек купил мне такую штучку да это потому что я ж короче я люблю только снова там ездить и типа но знаешь бывает и типа листаешь пресеты и потом на клавиатуре уже нельзя играть она как замутирована до приходится их есть в некоторых плагинах так да только ну короче и приобретет в эту такая темка есть все и по белым клавишам ляпаешь ляпаешь понял тупо делаешь короче все понятно а вот артур что 3 погоди стойки это рофл или не рофл по поводу чего что я по белым клавишам ляпаю да не вообще нет типа реально не но это же а минор так много кто делает я тоже так пытаюсь иногда делать ну да если что просто одну неустойчивую добавляешь типа когда там какое-то напряжение бриджик да потому что раскидывать на какой хочешь там скейл да правильно легендарный этот вот так вот мелодия придумается одной кнопкой а что вот насчет мне очень там понравилась песня марка знает и написал вредные привычки это ну что по сим-там каким-то может какие плагины использовал вредные привычки там гитарка снова гитарка дает наверное я фильмов космос темы сейчас они это живой так вроде я попробую даже проектик найти вот возможность имею как вам целом марка не знаю мне биты не понравились мне мне тоже не мне не понравилось что моих не было не пожалуйста что мы и были а вот твои какие еще были знали на вредных привычках еще какие у меня вредные привычки блин и если посмотреть что там все за треки не думал что это захочешь присоединить мне к прямому эфиру я бляпал столько что бургером который который ел на ночь просто были эфиры были эфиры всегда смотрел пересматривал тут что-то ну вообще да не знаю что это тема со стримами нравится но как-то очень много времени забирает мне кажется так прикольно что все подстримы да много много хочу сказать что много люди полезного знаю там из-за твоих стримов там начал пользоваться многими там секретами фишечками там претрида накидаю на драмку иногда претрида это шедево кстати да но заметил что я сейчас в последнее время говоришь что сатурн пользуешь да сатурн просто попроще как-то не знаю я не знаю почему мы просто типа на еще будто даже просто ты в кидаешь и он уже типа клипирует нормально я не знаю просто уже им проявляется какой-то гармоник что-то придает ну типа он будто почище иногда просто было масса вопросов ну как бы еще залетит как говорится но спасибо про тебя за эти вопросики сейчас попробуем кого-то еще добавить довольно да вам спасибо за все что делаете удачи рады стараться наша работа привет здесь и арни где парт кстати да где куплет арни сколько режете низов у пацаны на мастере и сколько громкость 808 на сведение у эгоиста на вои например сейчас сколько я режу низа на мастере я не вижу но типа я знаю что так многие делают но мне кажется будто сейчас можно без этого обойтись но типа если особенно когда супер как это будет на иду то есть на 8 8 строится бит или трек как-то не знаю максимум может там до 20 30 срезать но я думаю сильно много хедруму это не даст бывает фаза начнется ли что-то еще знаешь да вот я тоже не режу не режу потому что даже если типа 20 30 ты срежешь слышим их частот как бы ты их не услышишь на домашних каких-то моника ну потому что это на огромных человек но при этом до фазу ты поедешь нормально такой бургер был после рекламы адидаса до после это не мешает это наоборот позволяет реклама адидаса хавать бургер сильно все это уже звездочка у меня все да при их приходи на тренировки будем залетим на канал этого кирилла сарчева будем на армрестлинг там есть но не мы смысле с тобой мы мы вдвоем против него армрестлинг это вот это тема это вот да вот такая армрестлинг 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 так что 1 такая чрезвычай по спортику да как я понял да мне нравится 8 метра ты не мог поэтому лежу уже лежу в отель а чё ты в отеле да я съехал с хаты в сентябре и мне впадло снять до сих пор по разным отелям гонят так что там еще у нас по вопросикам есть а сильно же я просто тебя ну потянул ведущим просто да и читаю нормально какие мониторы и час 5 или адам т5 вы мне кажется а дымы потому что ямахи пиздец да ямахи это вообще дырочка у них еще бас он вроде есть но он где-то да нет его он там до 55 герц что-то такое да почти как в инесках такой милашка я согласен так короче не знаю кого добавлять честно там просто список и вот не знаю как на кого-то нажать и типа быть уверенным что это нормально так это артурчик подвиски мне кажется что то что то я подвис привет здравствуйте здравствуйте как у вас там самая любимая песня билика от смотри я все время грешник переслушиваю но в последнее время сальса ту любимая прям сама ты вот сейчас 3 убили к что ты хочешь ему сказать я хочу тебе сказать пошли пивка выпьем да мне все его заходят вот у меня прям да я еще я еще его до этих слушал которые стоят под старыми никами да 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 вот когда от датла выпустила сразу узнал что это за трек датлы да да это стальные стали и да сейчас что-то артурке появился снова такише потому что я сама я тоже фанатка Биллика, можно пожалуйста с ним как-то, ну типа, законнектиться? Судя по историям, которую выкладывает Исаева Мьюзик, можно там поговорить. А, Исаева Мьюзик? Ё-моё, дароо. Надо было ещё с кем-то перепутать, понял? Спасибо. Это не лорак. Очень смешно, как дела у вас, ребят? Прелестно. Онли фан с Исаевой Мьюзик. А, хорошо. Блин, короче, ребят, Биллику, респект. Музыка топ. Правда, музыка топ у тебя. Ну, мне вот нравится вот этот раз. Я грешен, бам, прыщи, я грешен. Вот этот заебись, вот просто, ну, респект, короче. Очень клево делаю. Ему передам. Кому я передам. Ему передам. Ну что, они выкупают? Да я понимаю, что это, ну, то самое. Но тебя не проведёшь. Нет, меня точно не проведёшь. Да. Это Биллик. Это Биллик там сидит. По-любому. Там ещё Инда Блэк где-то рядом. Да, Инда где-то это суть. А давайте Инда Блэку кинем, пусть Инда Блэк. Он же любит прямо эфиры. А, закинь, закинь, закинь Блэку, давай. Глэку. Глэку. Я знаю, что Инда Блэку нравится песня про Себека, которую я делал. Да, ну это действительно достойное творчество. Это реально ты. Да, это действительно. Ой, Ирина Биллэк. Бля, это трэс просто. Пусть вопрос задают парню. А ладно, давай, смотри. Так, Ксюша, у тебя есть вопросы по музыке? Не-не, да я на чуть-чуть. Я просто хотела Биллэку респектнуть, давай. Понял. Ну всё. Спасибо, спасибо. Вот, ещё раз. Давай, давай. У нас похоже на Клапхаус тут чисто сейчас. Всё, давай. Всё, давай. До новых встреч. Так, братик, Вальтербург. Давай по музончику. Да. Туда-сюда. В общем, в общем. Главный вопрос по музончику. Когда будут стримы на Твиче, будут ли они прямо на постоянке? Вот прям очень хочется. Я не могу объяснять такого. Ну, конечно, мне тоже хочется. Но мне кажется, честно, я бы лучше какие-то игры стрелил. Игры стрелил, я не знаю. Ну... А ты играл в Доту? Когда-нибудь? Нет, не играл. Хочешь? О чём речь? Играет Милан Ливерпуль, блядь. Сейчас. Сейчас Лига Чемпионов пиздец. Это всё круто. Да? Так что, просто мы их выключаем. Есть он? Есть? Не-не-не, не выключаем, но я сейчас включаю матч. У-у-у. А так, ну, переворачивай камерку-то. Ха-ха-ха. Всё. О, я за тебя ещё футбик будет. Да-да. Сейчас будем стрим. Класс. Да или просто футбол. Да, просто чек. Так. Хорошо. Короче, по-моему, зонщика у тебя нет. Да больше... Или ты что-то спросил? Что ты как... Что ты спросил? Я спросил про Доту. Про Доту спросил. А, про Доту. Не, бро. Я только в КС играю. И там... Тимплор как-то играл. Да. Прикол. А разбор старых треков Биллика будет? Вот прям старых? Да. Я не знаю. Это, типа, должна какая-то критическая масса желающих набраться, мне кажется. Ну, типа, просто чтобы я сейчас не зашёл на Твиче и начал, типа, трек его разбирать. Не знаю. Ну, для тебя. Асиста. Ну, вот я бы... Я посмотрел, да. Я преданный фанат, что тебя, что Биллика. Я ж в прошлом летом заслушал Палагин и Партнёры. Вот жду либо вторую часть, либо вообще что-то новое. Да. Но, кстати, альбомчик готовится. Я подвезу в конце весны или вот уже закончится, так что... Или в классическом июне как-то, да? В классическом июне, конечно. Да. Все равно всегда сроки они еще летят, поэтому... В следующей осенью. Да, я считаю, дедлайнов вообще быть не должно. Типа, надо сначала довести до того. Да. До того предела, который ты хочешь. И потом уже друг. Да, я тоже такому мнению придерживаюсь. Так, ну давайте сейчас кого-то еще попробуем добавить. Спасибо, братик, тебе за вопросы. Давай, давай. Был увлекательный аттракцион. Обнял, пацановал, давай, давай. Там Шевчер и Шериф играют, да? Слепчик болеет. Да, да. Слепчик играет. Слепчик играет. Там до хера матчи прикольных. У меня подписка закончилась на НТВ Плюс, я пытаюсь купить обратно. Ну, понял. А по музыке у тебя будут какие-то вопросы? У меня? Да. Когда на битшеринг. Битшеринг? Что-то знакомо на битшеринг. Ну… Твоя передача, да? Моя, да, вечерняя, по пятницам выходит. А реально прям еженеделька? Да нет, вечерин курс 2.0, все ждут, все тебя хотят подтянуть хотя бы на один стрим. А, это же стримы? Да, да. Ты же в Москве сейчас? Нет, я в Киеве, я вот Сашу в гостях. А ты уже… Да, убили. 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 Рубли добавите на ваш драм-дилер. Когда что? Рубли добавите. У вас еще в долларах. Рубли когда добавишь? Уж американцы. Понятно. На Запад работаем. Естественно, да, на Запад работаем. Не, ну, короче, реально, все просят, чтобы ты был на битшеринге. Залетаешь? А типа, что это за тема у вас? Короче, каждый продюсер ведет свой стримчик, вот шумно, в том году сделал прям в прямом эфире бит на Зима Блю. Каждый рассказывает про те стороны, типа, в которых силен. Вот. Просто, типа, один стрим, а ты делаешь музычку, вот. Ну, как на Твиче, короче, то же самое. Только в рамках курса, вот. Курс состоит из стримов каждого продюсера, типа. Вот. По одному стриму… О, ну… Еще обсудим. Я же сейчас свой курсик доготовлю, как бы, поэтому… Угу. Немножко было бы странновато в двух местах одновременно появиться. Но… Потряси. Ну, если это формат стрима, то, в принципе, по стриме я могу с вами. Угу. Так. Стоит ли выкладывать биты, которые не считаешь суперкрутыми, но и плохими не назовешь? Ты как выкладывал все? Блин, я вот… А, знаешь, нет, не… Ну, типа, ну, когда я выкладывал биты? Я биты выкладывал еще когда ВКонтакте биты продавал. Угу. Ну, тогда… Ну, не все подряд, на процентов 80. Ну, залетало все. Типа… Ну, я все кидал, потому что надо было бабки в этом купить. Угу. И, типа, бывало такое, что какой-то самый битный, который ты вообще не ставил, и он там больше всего там… Хотели купить. Да, да. Час такое. Поэтому, да, ну… Я считаю, что лучше, конечно, все выкидать. А вдруг, что, ну, вот какая-то… Фриканутый клиент какой-то найдется… Угу. Ну, да, но… Блин. Тоже бывает. Значит, строишь какой-то… Ну, образ. Ну, да, но просто… Больше же типы, наверное, спрашивают, которые вот только начинают сейчас. Угу. Надо просто реально сейчас биты продавать. Да. Нам-то, понятное дело, нам некуда уже заливать биты, я не знаю. Типа… На стеночку ВКонтакте сейчас скину. Спрашивают, как называются точно жанры, в которых ты пишешь. У тебя спрашивают. Ну, не знаю… Химповчик, да? Химповчик, дрипчик. Химповчик, да? Химповчик. Блин. Ладно. Шутка про Пи, типа Палагин и Дрилл. Это отдельный жанр уже? Да, да. Это как Лизербургский, понял? Типа Сейнт Пит Дрилл. А. Понял. Нормально. Ну, что-то странное. Я думал, реально будет больше вопросов. Мне кажется, надо на Ютубе мутить такую тему, а то… А ты всё в маню, да? Я понял. Не, ну не в смысле на моём. В смысле тебе… Ты когда делал стримы на Твиче, то было больше вопросов прям по теме. Да. Конечно, Твич более удобная в этом плане штука. Я не знаю, просто в Инстаграме решил… Многие что-то пишут, пишут и что-то все они послевались, короче. Понял? Спят. Ты поздно. Ты поздно наш. Да, когда вот лицом к лицу встанешь, они сразу в заднюю дают. И смотрят Лигу Чемпионов, похоже. Ну, кстати, да. Нужно я ещё не самое удачное время выбрал для всего этого. Ну, поздно, да. В Дальнем Восток уже всё. У меня обычные челы пишут в Дальнем, когда я поздно что-то делаю, что… что не надо так. Да. А вот задаю вам вопросы, парень подставляет. Так. Кирки. Давай к нам, братик. Есть вопросы за жизнь просто. Что по масте? А где ты… А, вот. Кирки. Так, Артура что-то опять пропадал. Нужен мне дизайнер? Ну, не знаю. Вообще понадобится. Дизайнеру прикольные нужны, конечно, да. Так, все, Волод. Давай, ты просишься. Просто так что-то стремаюсь, незнакомых типов добавляю. Сейчас просто обложат меня. Чтобы не зашло, да? Привет. Здравствуйте. Слышишь, я хочу тебе на оценочку бит. Оцени как тебе. Угу. Давай, рубрика с ним будет. Поехали. 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 Я просто не знаю, как подрубать, что у меня просто с мака. Но я думаю, покатит. Let's go. Да, Саша, слушай внимательно. Давай, мы слушаем, брат. Сейчас. Yout rồi. Поехали. Ну как по- fluor strategациям. Подписывайтесь на наш канал. Ну что-то он разгоняется-разгоняется, и что-то есть, есть такое, да, ну красавчик вот он, прикольный биток, неплохо звучит, как же так не очень понятно. Есть еще что-то, потому что тут, в принципе, все понятно уже. Так, ну что еще есть? Есть что-то типа в стиле там Донат Оливера, типа нового альбома его? Давай, гитарочки, да? Да. Гитарочки я люблю. Да, бэйби. О, да, бэйби. Я красивую. Ты не случайно добавил? А? Ты случайно? Ты в запросах был. Так, а ну, хорош, прикольный. А, все, все, супер. Короче, я прямо сейчас наушники подбираю. Я прямо сейчас наушники подбираю для сведения. Конечно, для сведения не лучше варик, а именно в наушниках, ну, сводить. Но какие посоветуют? Наушники? У меня ДТ-1770? Про. ДТ? На 250 омов. Нигде. Мээ, я думаю, больше. А из таких я, честно, даже не знаю. Я не знаю, сколько это стоит. ДТ-1770 Pro. Не знаю, ну, может, тысяч... 40, не знаю. Может, я даже не знаю, что-то смотрю. Но, вообще, наушники нормальная тема. Ну, короче, они 20 тысяч гривен стоят. Я не знаю, сколько. Почти 800 долларов, наверное. Ну, да. Знаешь, какие прикольные? Фокалы прикольные. Они, по-моему, на долларов 200 или 300 стоят. А, и баланс частот хороший. Но мне главное для сведения. Просто в моих несли частоты вылетают что-то жесткое. Честно, я вот не знаю. Знаешь, мне кажется, любые наушники, может, даже 770-е, просто с Honorworks, знаешь, в паре. Знаешь, есть куча тем, которые АЧХ выравнивают наушников. Окей, ладно, запомнил. Да, смотришь такое? Да, смотришь моделью на... Ну, да, это... А ну, выравнивает АЧХ на мониторах с помощью этого микрофона измерительного. Да, да, для наушников там есть уже пресеты. Типа пресеты? А-а-а. Ну, да, поэтому какие-то более-менее нормальные возьми, а там уже исправишь. А, окей. А еще вопрос вот про бочку. Могу. Про бочку? Бочку, бочку. Бочку. Ладно, все, не буду. Я привык просто ставить эквалайзеры и клипер. Эквалайзеры и клипер? Я привык ставить эквалайзеры и клипер. Да, да, да. Но тогда очень сильно вылетают высокие частоты. Да я на что-то его ставишь? Ну, на бочку, я говорю. А. Вот. Блин, знаешь... Как ты обрабатываешь? Не знаю. Я больше сейчас бочку... Знаешь, как обрабатываю? Я больше бочку обрабатываю на группе с хэтом. Понял? Типа, короче, я вешаю там эксайтер просто, мне кажется... На общем? Да. Потому что, типа, когда я вешаю, грубо говоря, там, какой-то клипер, любой там, GST, стандарт клип или... То оно вместе с хэтом начинает пердеть. И тогда мне бочка начинает нравиться. Понял? А так, по отдельности бочку, я не знаю. Ну, типа, я почти вообще не обрабатываю в последнее время. Ну, только, может быть, этим клипером чуть-чуть подрезаю. Не так, чтобы она пердела. А уже, чтобы пердела на группе с барриками. Ну, да. Ну, и... А эквалайзер... Ну, и либо просто беру бочку, которая уже звучит. Знаешь, прикольно. Эквалайзер, знаешь, я всегда в бочках контролирую. То есть, во-первых, вверх, да, бывает, там, шипение. Да, 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 да. Или и сотку, там, 120. Это деревянная бочка. 120, она такая самая мерзкая. Да, вот, да. Вот так, бывает, подожмешь, и, типа, о, цена. А я эквалайзером покажу. Не знаю. Чтобы, типа, не перебивало голос. А потом мне звукарь говорит, типа, у тебя бочка просто выбивает голос. Типа, когда она фигачит, там голос плохо. Да, не, ну, это уже надо терять таких звукарей. Ну, короче, ты просто подбираешь хорошие звуки и все. Ну, в основном, да. Но и все равно, типа, чтобы все работало, я люблю, чтобы вот на группе барабанов, понял, уже поиздеваться чуть-чуть. Понял? И Криду так же делал, да? Кого? Криду. Криду так же делал. Ну, да. Ну, смотри, я, кстати, альбом Криду сводил-то не я. Но биты, как звучат, типа, да. А я сводил, ну... Нет, вообще, на альбоме Криду я ничего не сводил. Ну, только биты. Ну, я понимаю, да, сейчас звукари делают. Да, но, кстати, там у меня есть группа барабанов, они могли вполне их оставлять. Ну, я не знаю, я, конечно, и стандарт-клип. Вот, типа, и просто хорошие звуки, типа. Чем проще, тем лучше, знаешь. Если ты сильно уже переделываешь как-то звук, то, наверное, исходник не очень прикольный. Ну, и процессор еще посадишь себе, понимаете? Ну, нагрузишь, потом проект будет включить. Слышишь, кстати, Влад, у меня есть вопрос. Да. А что по ценнику за сведения на мощном продакшене, типа, Крид, вот это все? Ты не знаешь, какие там... Честно, я думаю, все настолько, типа, субъективно, ну, как бы, настолько там все относительно, что, типа, кто-то может за 300 долларов сводить, кто-то, не знаю, за 5000 долларов сводить, понял? Тут нет какой-то, я думаю, стандартной фиксы, типа, ну, какой-то... Не, ну, это понятно. Просто, вот, например, если не ошибаюсь, то у Билли Алиш, ей там сводили... Они писали, типа, они говорили, что вот, ребята, сделали вот Грэмми, там, заслужили туда-сюда, сделала альбом чисто в спальне, там, с братом, а по факту им сводили треки, там, по 5000 долларов. Не, ну, конечно, да. Да, поэтому... Не, ну, у них есть такая возможность, знаешь? Ну, да. Но я не думаю, что у нас, там, не знаю, даже 10% того, что в топе, это сводилось за 5000 долларов, понял? Это да. А вообще же стреляют все подряд. Да, ну, конечно, если ты концептуально любишь качество, то, ну, не знаю, ну, все равно, типа, я не знаю. Наверное, если ты зарабатываешь с музыки много денег, то, конечно, платим, ну, ты можешь платить много денег за людей, которые... Знаете, если ты приносит доход, понятное дело, что можно и вложиться дальше. Ну, да, да, я тоже так считаю. Ну, а, типа, там, если ты, говорят, думаешь, у тебя лежит сейчас пятерка зелень, понял? И ты вот там, ну, образно, и ты сейчас думаешь, как раз сейчас тречок сведу, понял? А потом, типа, ну, с Грэмми заберу бабки уже, то нет, ну, вряд ли так сработает. Ну, это да, это да. Это уже один на миллион сейчас, а может и нет. Ну, зависит все от того, какой у тебя потенциал. А ты что, музончик пишешь? Я? Да, блин, вообще, текст вообще не получается. Ну, какое-то там такое дерьмо, что-то выпиваю лин, лечу, как голоден. Такое говно получается. Даже не представляешь. Кстати, кстати, не слышал за стрим ни одной рекламы Агностика. Привет. Ни разу не сказал. Реклама Агностика? Конечно, конечно. Да, ну, куда еще? Не. Ну, будет, будет, если такое, да? Конечно, саму себе. О, здорово. Вот это уже корректипчик у нас. Джи Монтана. Музыкантов. Let's go. Ну, Биллик с нами. Слушай, Влад, а есть вопрос вот такой. Короче, я бы задавал про низа, сколько ты режешь, да, там, на низкие частоты. Да. То есть, типа, фазы сбиваются. А если пользоваться... Lingerface? Ну, или компрессор использовать, типа, все равно фазы режутся? Ну, она вроде как режется, но не так жестко, типа. Ну, вообще, вроде как, как раз и режут линейными этими. Ну, я не знаю, мне кажется, это немножко бессмысленная тема. Но мне часто бывает, что я вот срежу, и у меня бочка, и все начинает вообще меняться, понимаешь, как-то? Типа, оно реально в фазе. Да, это не кильный. Мне кажется, что игра не стоит свеч, понял, со срезанием низа. То есть, ты можешь реально нормально так подпроебать плотность, короче, гнекса. Ну, типа, вот этими всеми фазовыми искажениями, всем таким. Просто ради того, чтобы, ну, чтобы выиграть, не знаю, 0,2 децибела, потому что, по факту, он почти ничего не дает, этот срез. Ну, только для игрума. Срезом особо не дает, да? Ну, вообще, да. Слушай, а сколько у тебя 808 в среднем на шине при сведении децибел дает? Вот я где-то смотрел на стриме 15, по-моему, ну, минус 15 или минус 18, да? А, что это за битховен бит? Я не знаю. Что? Битховен бит какой-то. Битховен бит? Да, ну, подруби сэмпл. А тут сэмпл нет. Ну, в плане инструмента. Тогда вредны привычки. Ну, скажи, 808 у меня... Ну, короче, негативные 9, типа. Стараюсь больше не проявлять. А, 9 даже. А у меня понял, чтобы нормально сводить, потому что я на мастер вешаю этот SSL компресс, который, ну, типа склеивающий, как он называется. Ну, Apple Glue, типа, SSL компресса поставил. Да, если у меня, короче, бас играет на 9, и кик тоже отыгрывает, ну, высоко, допустим. У меня этот SSL прыгает, понял? Ну, Apple выше нуля, когда ты еще ничего не делаешь, да? Да, да, типа. И он много режет. Ну, я не знаю, там же, типа, в нем эмуляция этого, типа, наверное, аналогового хардвера, который, там, нужно хедрум, там, 20 децибел делать. Или 10. Сколько? 7, 7, да? Потом установить 7. Ну, я не знаю. Что-то клиперы решают. Во-первых, да, клиперы все решают. И просто, вот, знаешь, у нас с клипером может все кардинально меняться, если ты сделаешь громче или тише. Поэтому... Ну, и всегда... Что? Так. Кто говорит? Говорит, да. А. Так, короче. Я вот, да, стараюсь негативные 6-9, но я, бывает, делаю больше нуля, понял? Типа, чтобы на мастер у меня больше нуля шел, когда какой-то, знаешь, типа, spin за дуэйт, который как с атакой. А потом на мастер, ну, битайм я веду, то есть, можно, если с голосом, то отдельную шину делать. Вешиваю, типа, клипер, понял? Чтобы она, какого-то, типа, пердела. Ну, дист? Ну, не этот, типа, тот же Сатурн. А, я понял. Угу. А вот смотри, еще такая тема. Ну, вот смотри, у меня отыгрывает вот 800 соло сейчас, например. А, видно будет вот так? Ну, это мало, да, наверное, мало. Ну, я не знаю. А вот смотри, а если я буду его до 9, короче, повышать, например, потом-то я на мастере все равно на лимитере громкость поднимаю в среднем на 9 децибел лимитером. Ну, знаешь же, чем больше ты поднимаешь лимитером, тем больше, по факту, у тебя теряются транзиенты и динамика. Ну, то есть... Ну, это не то же самое, что на 3 децибела поднять. На 9 децибел там будет больше искажений. Ну, в принципе, может, тебе нравится такой окрас. Но я стараюсь лимитером больше вот... Ну, наверное, когда я больше 4 добавляю лимитером, то я уже чуть-чуть задумываюсь. Блин, ну, конечно, сведение мастеринг сложная какая-то слишком тема. Так, что-то подзовисть человечек. А как это... У тебя какой ник, который ты сейчас, который разговариваешь? Я? Да. Всеволод К. Всё, понял. Так, давай доктора Брат Киев выбираю. А я, короче, обновил macOS. У меня тупо FL слетело. Просто слетело. А потому что на M1 не обновилась, да? Да, так я... Ну, сейчас вышла типа 12-я какая-то Monterrey. Monterrey, я думаю, блин, ну, кайф, наверное. Обновил, и всё. И всё, и нету теперь у меня FL. BT остались. Мясо осталось, а... О них понижали. Есть конкретные вопросы и петензии. Конкретные вопросы и петензии. Петензии просто. Так, сейчас. Как ты говорил, типа зовут... Станислав Тур. Станислав Тур. Так. Добавляем человечка. Ну, спасибо, что уделил время. В принципе, если кто ещё есть, можешь добавлять их, а я. Давай. Ну, типа, спасибо, что что-то задал. Давай, брат. Всё, давай. Давай, тёмки-тёмки. Полагаю, привет. Слышно? Да, отлично слышно. Слушай, я тут кучу вопросов подготовил, как раз выписал. Касал. Это что, ты книжку просто по истории показал или что-то? По биологии. А, реально просто по биологии книжку показал? Здорово. Да, да. Общаянитесь тут? Слушай, вопросы. Из чего у тебя... Откуда у тебя гитара из «Спасибое»? Гитара из «Спасибое»? Да, сейчас посмотрим. А, сейчас, если я не ошибаюсь, это «Петенхаус». «Петенхаус». Да. Здравствуйте. Сейчас, блин, что-то у меня... Просто яркий. Я пытался кучу раз переделать твой бит. На Илья Ефимов. Да, вот Илья Ефимов. Я пытался вспомнить название. А, Илья Ефимов? Да, да. Акустическое? Ну да. Сейчас, вот Илья Ефимов. Аджи, по-моему, вот это. Аджика. Сейчас, вот это. Аджика? Ага. Это ты показываешь «Спасибое» или «Здравствуйте»? Там, по-моему... Так, смотри. Все, мне надо найти вообще эти бит-осы. Давай я сейчас посмотрю. Так. А не будут разборы? Пока нет. Но я вообще думал просто в формате вот типа обучения и курсов, по-моему, поразбирать всякие такие треки. Ага. Так, как его найти? Я знаю, как найти. Сейчас вспомню. Здесь сильно западно, можно. Да не, просто, знаешь, на самом деле, меня очень многие спрашивают это, поэтому, я думаю, на это можно и ответить. Ага. А, вот, я нашел «Здравствуйте», отраиваю. Угу. Жду. Ты знаешь, чисто школьник, который пытается как-то биты писать по твоим урокам, по твоим стримам. Ну, класс, что это полезно. Ну, сейчас говорю, я сейчас прям готовлю, типа, такой нормальный, типа, нормальной обучалочкой, прям заморачиваюсь. Потому что все равно, ну, на стримах, если бы я все очень разбирал, это было бы очень долго. Так, все, хорошо, быстренько, давай, запоминай. А, это... Не знаю, что это, игру. Черт. Не, не знаю, что это. Лох. Нормальная гитара. Ну, короче, оранжевая гитара. Сделайте скрины, короче. Делайте. Петтенхаус фингер. Петтенхаус, я помню. Петтенхаус. Слушайте. Можешь еще подсказать лимитер, типа, как он помогает? Нет, мне почему-то всегда каждый трек, ну, не трек, а бит, который я пытаюсь лимитировать, он пипец громче всех остальных. Слушай, трек, который ты пытаешься лимитировать? Да, на мастеринг лимитер вешаю, и он громче всех остальных, которые, ну, там, любого другого трека он громче. Твой трек, или какой-то любой другой? Да, мой трек громче, чем, например, в Эпом Визике, чей-то трек. Из-за того, что я лимитирую... Это плохо? Ну, походу, да. Да нет, смотри, громче или тише? Ну, типа, громче, как бы? Громче, намного громче. Это, типа, то же самое, что у тебя проблема, что у тебя, типа, член большой. Да, реально. Ну, типа, в смысле? Ну, представь, что, например, смотри, трек в топ-чарте одной громкости врубает мой трек, а он, блядь, на 10 дБ громче, ну, это ж... Так, это что-то какая-то сказочная тема, наоборот. Что-то так печёсово. Ну, это хорошо, реально. В смысле, прям, на 10 дБ? Это как вообще? С кем ты сравниваешь? С Рахманином, или как это? Похуй, да, это, короче... Ладно, я, наверное, неправильно задаю его. Ну, и он, наоборот, у тебя играет больше, чем другие. Когда громче, наоборот, значит, у тебя хороший... Ну, да, типа, это же хорошо. Он же тебя не клинирует, Са... Берик, кстати, дорог. Да, да, здорово, здорово, здорово. Слушай, слушай, у тебя... Ты раньше вешал предриду на мастер, перед тем, кто делал биты. Сейчас делаешь Сатурн, подфильтр. Чем он помогает? Я заметил, что он в лимитере как-то лучше работает. Ну, когда перед лимитером стоит сатуратор... Да, он же просто как клипер действует. А, ну, я так и понял, да? Ну, я как любой любая. Отлично. Вау, ну, хорошо. Еще можно последний? Давай, последний, давай. Спасибо большое, что задержал. Я тебя, конечно... Еще лучшие гитары, ну, именно ВСТ гитары. Контакт, там, еще что-нибудь. ВСТ гитары. Ну, этот, как их? Эмпл Саунд. Я больше Эмпл Саунд визаю, Катинхаус. Я просто, знаешь, заметил то, что у тебя, если в Вите нету гитары, это не по лагин делал. Не, ну, все же пьяненько есть. Да не, на самом деле, ну, просто что-то любые гитары. Дядя, я не знаю, что за хуйня, но у меня хуй больше, чем у моих друзей. Я не знаю. Я понял, да. Такая ситуация, проблемная, да, ситуация? На 10 сантиметров всегда чуть выше, да? Я 10 дусабил, битвекер спустил. Честно, Никитос, я тебя люблю, но твой Айкос сюда воняет. Давай, Мася. Да нет, это не Айкос. Так, Палагин, стоп. Витенхаус искал? Что еще? Витенхаус, Эмпл Саунд. Эмпл Саунд, хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Не смею задерживать, спасибо большое. Спасибо, брат. Давай. Так, ну, в общем, в принципе, что-то вроде мы даже обсудили, да? Александр, как вы считаете? Да нихуя себе обсудили, пиздец. Да? Более чем, да. Как эта фраза, которая говорит? Нет, есть моменты. Вот такие моменты, ребята. Комменты такие вот. Такие моменты. Так, ну что, я не знаю, Саша, у тебя есть какие-то вопросы? Предложения? О, к Клаудмайни вернулся. Спрашивали, когда драмкит новый. Это вот к моему менеджеру, продюсеру, вот этой тематике. Вот старший по драмкитам. Я думаю, скоро. Я думаю, скоро. Я думаю, скоро. Пока вы отвечали на вопросы, тут уже и Милан забил, и Ливерпуль забил. И первый темп кончается. Но после этого, там было. Вот эта гитарочка. Это что? Красиво. Красиво. Вот я видел, ты на стриме рассказывал про вот эти вот, да? В Ample Guitars, по-моему, или где это? Шайба. Когда сильнее жмешь? Ну вот да, вот такое подергивание струны. Это в ВКонтакте. В ВКонтакте? Или каких-то плагинов есть. Ну да, если в Велосице больше делаешь, то... Да. Короче, вот такой биточек осенний. Что ты, расскажи про курс-то свой. Не-не-не, пока все... Пока в Тайне, да? Да-да-да. Клан, капкан. Да. Конечно. Сейчас капканчик зайду, потом... Не, ну реально, просто там... Короче, не словами, а делом, понял? Я вот такой человек, понял? Я вот такой человек. Такие моменты. Такие моменты, босики. Правильно, правильно. Лишний раз. Что, а ты знаешь кого-то в запросах, чтобы добавить? Что, посмотрим. Такое настроение, чисто полежать, повтыкать, да? Нет такого? Я так и делаю, ты сидишь. Я так и делаю, ты сидишь. То есть, а сколько удаст 2 плюс, пожалуйста, скажи... А я не могу добавлять, это твой эфир, и не могу запросы смотреть. Я могу смотреть, что я могу смотреть. А, понял. Так, тут вопросик Саша выбрал. Что, когда курсы и все такое? Когда? Я, короче, завтра что-то скажу конкретнее. Так я когда-то сегодня сказал конкретно максимально. Завтра, знаешь, после обеда. После обеда на связи. Так, я с Украины, да. Талагин, Одессит. Не, я не Одессит, я харьковчанин. До всего Харькова. Да, кстати, Артур, а ты откуда? Я в Мельницкой области. В Мельницкой? На столе? Я с Украины. В смысле? Ты из Украины? Да. А, я же помню, когда-то уже... Да. Я помню, уже когда-то подвыпивший у тебя таким же лицом спрашивал. Ты из Украины? Да, Староконстантинов называется, город небольшой. Хороший. Это Хмельницк, это центральная, да? Это Западная Украина. Понял. Жестко. Я вчера был в Виннице. Вот, это недалеко, да. Это типа считается райцентр. Черновцы там уже дальше. Ну да, да, да. Но я никогда не был в Виннице. Ну я чисто проездом был. Нормально. А в Киеве был в три года где-то один раз всего лишь. И как тебе? Понравился Киев? Ну, у меня есть детская... У меня есть детская футболия. Да, да, нормально, нормально. Судя по фоткам, прикольно там было. Как ты считаешь, что твой залог успеха все-таки в том, что ты украинец? Залог. Мой залог успеха. Или просто трудолюбие? Наверное, то, что ты украинец. Ну, судя по всему. Сильный вопрос. Да. Как вопросы с армией повешали, пацаны? Ну, я в Россию уехал. Ну, мы тоже в Россию уехали, да. Да, да. Да не, на самом деле... Ну, я не знаю, мне вообще, кстати, не приходили эти никогда темы. И вроде как же она контрактная стала у нас. Или я сейчас уклоняюсь от чего-то. Ты сейчас, да, ты сейчас наговоришь лишнего, тут... Ладно, пацаны... Ладно, пацаны... Ладно, пацаны... Какие банки на миссерии? Ладно, пацаны... Ладно, пацаны... И ты знаешь, тоже. Так, начинаю догадываться, но... Да, да, да. Так, вот, короче, амнисфера, ребят. Вот амнисфера, фиксируйте. Эксклюзивный контент, шок. Просто шок, Оксимирон. Рэп войска. Рэп войска, первый класс. Кстати, ты слушал первый класс? Ну, так, в детстве. Блин, я жесткий. Сильнейший текст. Я больше по Витя Акам. Не, вот Витя Ака я что-то... Попозже как-то есть. Ну, просто прикололся, что есть такой персонаж. А, Саня, как-то и вот... Вообще ничего на русском не слушал, кроме Юх. Помнишь, вот Юх. Такой, правда, странный какой-то выбор был. Первый класс. Юх, СД. СД, это мое детство. Виктор СД. Да, СТ был еще. Да, СТ был, да. Кстати, ДСТ мне очень нравился. Да, да. Я видел даже страничку недавно в Инсте, по-моему. У него там что-то пара тысяч подписчиков обидно. Ну, блин, да. Вот есть такое ощущение, что типы не вовремя фриксанули. Вот, типа, за тот же Фактор 2 и у Димиксера смотрел. Ну, типа, блин. Ну, у них, конечно, там ситуация с продюсером, но все равно, знаешь, многие же типы вообще не вовремя выстрельнули. Ну, опередили, да, в свое время. Ну, а вот как в ВКонтакте, там, не знаю, я не знаю, как сейчас дела там, но про килограмм или вот... Уже кто там? Блин, они же ВКонтакте были просто... Ну, там чарты еще не было, но они явно были первые. Типа вот эти все типы были. Депо Калибри, они до сих пор сделают. Ну, а Депо Калибри сейчас они как-то нормально. О, Арсайды слушали? Потому что они сейчас вроде нормальные. А? Арсайды слушали? Арсайды слушали, конечно. А Берег же с ним, по-моему, с одного подъезда, или что-то такое он рассказывал. Да. Арсайд сильно, конечно, тоже слушали. Я знаю, Дарксайд табак просто для кальян. Да, и Щербети, ну да. Ты все правильно понял. Да, да. Ну да же. Я вчера узнал, что у Тимати есть свой кальянчик, который ходит с ним не всегда. Был? Блин, не знаю, я что-то не замечал у тебя. Нет? Да нет у него кальянчика своего. В смысле? Ты его не знаешь? Нет, нет, реально. Мне вчера рассказывали, что у Тимати есть свой кальянчик, который на съемках всегда с ним. А, ну на съемках это да, по-любому. Типа от Бенгера вот этого. Я думаю, на съемки типа логично чем-то мой позвать. Да, но вряд ли он у него в спальне. Расскажи, как учился писать мелодии, как без муж школы и того самого научился писать их? Как ты учился писать мелодии? Сейчас. Я вернусь к тебе, Саша. Я сейчас вообще не вник в сообщение. Так, этот. Мелодии, как я учился писать. Ну, мышкой. Типа вот просто мышкой. То есть просто слоями, да? Наверное. Ну, типа да, и просто по минор-скейлу. Типа, ну, конечно, рано или поздно я понял, что такое минор-скейл. Я не знаю. Что, если что, мажор? Ну, вот мажор... Мне тоже не очень. Это еще не особо интересно. В принципе, минор и мажор же вроде как на полоктавы все отличаются, да? И в миноре ты можешь играть в мажоре. Ну, да, грубо говоря, ты же можешь на белых играть в мажор, просто если с С нажмешь, это будет мажор. Ну, в смысле, у каждой мажорной тональности есть минорная, да, параллельная. Ну, да. Вчера буквально... Вот просто в минорчике рисовал. Как, типа, разнообразить... Как разнообразить аранжировку? Типа, знаешь, самый распространенный метод — это сделать минорные куплеты и мажорный... Этот мажорный припер. Прикольная... Ну, вообще классная идея, когда, да, меняются. Да, это прикольная идея. Ну, вообще, типа, гармонии прикольно менять. Ну, да. Так. По музыке много вопросов, добавь в ПЖ, пишет чел. Dicey BG. Видишь коммент? Как? Dency, Dency BG. А, вижу. Так, ну, пацан на турничке, на аватарке, если что. Прочитал, да? Это я еще годик сотрудничества с Dicey. Да, сейчас, где дальше... Так, что-то тип не добавляется. А тут есть один мой знакомый, сейчас скажу тебе никнейм. Давай, да. Он, 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 Басти делает, мудон. Просто на газу. Так, вот это интересненько сейчас будет. Да. Я что-то, что-то не вижу. Мне кажется... Ром, а если ты сможешь, напиши в комментах, потому что я не помню, как ник пишется. Что-то у него на джей начинается. Джей Пи... Джей Пи Морган. Джей Пи Фримен. Ну, я не знаю, типа... Ну, вроде, нет... Никто не пишет. Нет запроса? Джей Ван Плейс, это он? Ну, или... Да? Да. А, диджей Ван Плейс, это он? Да. Ну, возможно. Добавил. А может, это просто скам? Мне кто-то написал, бро, это я, типа. А, ну вот, 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 комменты. А, ладно. Тут нашаматы. Джей Суи... Джей Суис Роман. Видишь? А, вот это, вот это, типа. Йоу-йоу-йоу, да. Джей Суис Роман. А, сейчас. Так, подожди, зафиксируй, зафиксируй это. Джей Суис, сейчас. Джей Суис. Ага, есть. Кинул запросик. Вот это сейчас будут секреты. А, тут еще есть Близи Мюзик. Да, кстати, Близи Мюзик, да, это что же? Йоу. Знакомое имечко. До вас не дописаться. Здравствуйте. Да нормально. Здорово, здорово. Что там? Что там у нас на газе? На газе. Слушай, короче, я слушал, слушал очень долго, ты там светанул, типа, одного этого фокуса. У меня, короче, был кейс, я с ним делал один бит. Он в Лондон прилетал, он в Лондон прилетал, показывал, типа, дико много разъебов, очень крутой тип. Вам лично. Да, я очень рад, что, знаешь, кто-то пользуется этими фиториями. Да, прикольно. Тесен мир, да, оказывается? Да, очень тесен. Братан, я, типа, знаешь, успел и с этим повидаться, и с Кардиаком, и с Битбуком. Да, да. Кардиак, блин. Прикинь. Я дичайшим фанатом был Кардиака. Кстати, у меня так получилось, я был фанат его, типа, со времен еще Амстердама, когда он на рекроссе писал. И я, ну, у нас есть общие знакомые, я ему написал. Амстердам, это вроде как уже даже поздно. Да, это уже прям, когда он тупый. Это уже почти закат, наверное. Ну, нет, и что, он же сейчас делает там Хэрт делает, он потом делает. А, ну, кстати, тесно, я то, что сейчас, мне кажется, даже в сравнении не заставить с тем, что он делал тогда, когда было 600 бэнс, вот эти мега-хиты просто рекросса, это было жестко. Ну, типа, а сейчас, конечно, ну, не колер-бидеус. Ну, я говорю, старик, я дикий фанат, типа, хочу пописать, давай. Он, короче, зашел на страничку, говорит, ты сам попишешь? Я говорю, да, давайте попилим. Все, скинул почту, и, короче, начали, вот. Он мне высылает иногда еще киты свои. Да, Кардиак жесткий, да. Да, да, да. Ну, мы с ним на связи вообще, ну, круто. Блин. Вот я сейчас в Москве, короче, я задавал вопрос миллион раз. Пацаны, что думаете за интернет-майни в Рашке сделать? Типа, хаос свой? Не, не, типа, собрать, ну, да, типа, хаос продюсеров, короче, сидеть, пилить. Потому что плейсментов сейчас просто жесть. Ну, мне кажется, прикольная тема, типа, это по-любому нужно. Я думаю, многие об этом уже задумывались. Но мне кажется... Просто реализовать никто не... Есть будто момент, будто, что... Чуть-чуть... Жить со всеми не... Не хватает, типа... Нет, чуть-чуть, да, может... Ну, конечно, есть, артисты зарабатывают, но будто... Вот так, чтобы сейчас толпу из 20 типов подвязать под шо-то, понял, начать двигаться. Да, но содержать. Да. Да, слушай, даже не 20, там, ну, типа, если найдется 5-7 человек, типа, запилить. Вот, Нейт здесь тоже, мы в четверг. Нейт Мэйл. Тоже попробовать, короче, покалабить. Ну, короче, вообще, идейка прикольная. Ну, надо, знаешь, чтобы все со своим приехали, со своим хавчиком. Не, братан, просто со своими компами приедем, ну, поставим, короче, стаб, как это делается за границей. Если знаешь, вот, не знаю... Вот, смотри, я вообще хочу сказать, то, что... Прикинь, когда еще 5 типов авторов бета, а тут и так, вроде как, битмейкеры немножко тяжеловаты, знаешь, вот именно в плане вот этих роялти у нас. Да, слушай, именно там чуть. Это, типа, ну, с другой стороны, посмотреть, если мы, типа, раскидываем и разъебем, то там будет очередь. Не, смотри, если мы разъебем, то мы разъебем, понял? Ну, то есть, типа, если у нас все будет охуенно, то у нас все будет охуенно. Ну, типа, да, скорее всего, если все будет охуенно, то у нас все будет охуенно. Ну, короче, да, вообще прикольно. Короче, если что, я, ну, сниму комнату в вашей. Ты, 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 короче. Да, я слышу. Можно такое мясо разъебать. Даже знаешь... А как вы вообще... Вы часто коллаборируете в студии именно с битмейкерами? Я на Западе постоянно так всегда работал. То есть даже в Риге я последние полгода провел. Там есть Антон такой парниша. Он, короче, по дриллу двигается только. И он делает очень крутой звук на дриллу. Он немцам там писал. Не помню, как его зовут. Короче, очень известный немецкий дриллер. Я понял. Блин, как же это звали? Для Чиана? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мерседес? Он с русскими корнями, чувак. Он же не дриллер. Да, который брат. Не-не, не Capital, брат. Там конкретно такой... Ну ладно. Вспомню, вспомню, скажу. Отпустим этот нюанс. Ну, короче, ко мне недавно вот шумно приезжал с Мальбеком пару дней назад. Бля, прикольно, на самом деле, смотреть на Experience, типа, других чуваков, как они работают, перенимать. Я понял, что не работая, как бы, ты ничего особо, вроде как, тебе кажется, не теряешь, но на самом деле ты не приобретаешь. Вот. Ничего, поэтому кайфово собираться. Ну, знаешь, сразу там у тебя и плагинчики светятся новые, и... Да, да, и подход в целом. Ты видишь новые цепочки, вот эти обработки. Ты думаешь, такой, бля, прикольные фишечки всякие подмечаешь. Ну да, слушай, ты, во-первых, в первую очередь, типа, и сам развиваешься. Во-вторых, типа, даешь ребятам толчок, типа, на развитие, знаешь, своим. Ну и вы общаетесь? В конце концов, можно, типа, знаешь, если делать это, допустим, как-то с лейблом, все равно... Все, приехали. Поэтому, не знаю, это крутая идея, где, можно, знаешь, не так, типа, в одного играть, и сразу команда, и, короче, и сразу... Короче, но вам нравится, да? Да, да, да. Ну не то, что нравится, типа, это тоже не с каждым сделаешь, как и дом, в том числе. Вот, я, да, дом не с каждым построишь. Какие красные. Реально. И дерево не с каждым посадишь, и сына не с каждым сделаешь. Конечно, очень интересно, но бывает такое, когда ты будто думаешь, что, блин, сам быстрее бы сделал, знаешь. Ну, это я просто про иногда, типа. Да, факт, факт. Ну, факт, но, не знаю, я вот на своем опыте заметил, когда все коллабы, которые я делал, они очень отличаются от того, чтобы я, ну... Ну, да, вот, значит, ты с правильным человеком делаешь, потому что, реально, есть такие типы, которые, вот, там, вот, жестко музыкальные какие-то, знаешь, типа, вот, там, которые жестко в контактах на библиотеках такое мутят, что, ну, я понимаю, я этого не могу. И вот это с такими жестко, там, знаешь, ну, как-то, короче, просто надо, наверное, коллабить с тем, с кем тебе интересно. Ну, ты пока не попробуешь, тоже не узнаешь, по факту. Ну, да, да, Николай встанет, по-моему, очень. Я же, я же вот это к этому и веду. Ну, короче, блин, давайте connection, там уже намутится, не намутится, и... Ну, давай, вот, через Артурчик это на связи. Да, по-любому, по-любому. А что ты, Артур, в четверг подъедешь? Четверг, четверг, четверг у меня, к сожалению, занят. А вы только в четверг собираетесь? Ну, мы вообще думали в четверг, но если, если там какой-то другой день, давай... Если есть в субботу, например, в субботу вообще было бы кайф. Бля, в субботу у меня там сэшн уже забит. Ага. И... Ну, на связи спишемся. Ну, короче, пацаны, я понял. Чисто вы захватили, да, Патричай? Все, 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 да, чтобы не... Старям, 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 старям. Ебан. Давай. Что, айси в лагере? Я просто чуть-чуть сейчас в шоке. В шоке? Да. По рэпу на скопаю. Да, просто заезжал к нам как-то в село наше. В Ильичевск. Глан Палагин. Я в Ильичевск или кто-то... Да, Черноморск. Сейчас Черноморск называется, Одесская область. А, ну Черноморск, да, там было все остальное. Да. Вот, я просто когда увидел то, что в пять часов там история выходит у Влада, я такой, и побежать надо. В общем, у меня просто пару вопросов по поводу компрессии. Типа, стоит ли компрессировать биты именно на стадии, когда еще... Ой, бля... Челс бил. Ну, то есть, когда... Бля, нормально. Ну, я слушаю, да, когда на стадии... Да, да, мы слушаем. Стадия бита... Да, вот, когда летела порядка селска. Когда написал бит, и уже готовишь кому-то скидывать, нужно ли вавку, там, если лизинг берет человек вавку, там, или mp3, там... Нужно его компрессировать, или пускай так будет? Ну, я не знаю, компрессировать нужно же тоже для чего-то? Не нужно априори компрессировать? То есть, типа... Ну, я на самом деле не так часто компрессирую на мастере. Ну, типа, что-то я... Не знаю, ну, как-то не так часто это делаю. Как вроде... Поэтому, я думаю, не обязательно. Отодолжение не устраивает баланс, и не хочется его проебывать. Да, ну, иногда, когда хочется, знаешь, вот этого... Сделать, знаешь, бочка, будто другие частоты, знаешь, убирала. То есть еще кривую сделать в каком-то компрессоре, чтобы... Ну, бывает хочется, чтобы зажимало именно вот. Ну, а так, не знаю, редко, типа, я компрессор юзаю. Ну, просто я, когда накидываю компрессор, мне кажется, то, что кик, он становится слишком каким-то мягким и... Ну, а так его... Очень сильно зажимает. Когда вот такие тайговские биты, я вообще, ну, не могу накидывать. Мне просто в уши не лезет. Хотя мне там... Ну, все еще про компрессию? Да, 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 компрессия. Тайговские биты в уши не лезут. Что тебе не лезет в уши? Ну... Не знаю. Я просто... Я просто... Недавно мониторы взял. Вот. Эти пятерки. КРК-шки. Да, КРК-шки, четвертое поколение. Скарлетт, i2i третьего поколения. Ну, и вот чуть-чуть. Битмайкет стартер пак. Ну, да, я... Знаешь, типа... Да я вот, кстати, на самом деле, вот чисто на мониторы вдохновился чисто по лагинам. Раньше я работал вот в этом говне. Перевязанным, перемотанным. Понял, ты вдохновил человека на КРК-шке. Блин, когда мне будут нормальные какие-то рекламы, типа, покупать? Я знаю, бренды. Вот этот микрофон, вот этот, помните его? НТ, как он называется? НТ-3 или... Короче, чтобы без прикола больше десяти человек купило, я, типа, я знаю, типа, прям... Вот этот, ну, типа, из серии, ну... Просто эту дырочку я всем советовал, короче. Вот написано. На КРК он называется... Роуд... Роуд, да. НТ-3, и он реально крутой. Ну, короче, типа, пора, блин, какие-то нормальные интеграции брать. Это конденсаторный или... По-моему, он, как-то называется, универсальный или что-то такое. А, вот, универсальный, да. Типа, он между динамическими или какой-то там... Я не шагаю. А вот еще такой вопрос по поводу... Ну, он... Насколько я понимаю, он такой тоже довольно индивидуальный. Но что все-таки важнее в пете? Ритмика или больше мелодичности? Потому что, насколько я знаю, вот Влад делает... Он... Прямо... Мелодия, она... В то же время она и сложная, но и в то же время очень сильно цепляет. Вот, я не знаю, на что больше акцента ставить. На ритмику мелодии. Шах и мат. Ну, я не знаю. Ты играл и уничтожил. Ну, наверное... Ну, ты имел в виду, наверное, все-таки бит, типа, да? Бит или мелодия? Ну, да. Вот, допустим, играет у меня драмка. Я там... Понял. А, ну, да. И в то же время у меня мелодия. То есть, я не знаю, на что больше нужно делать, акценты. Или просто... На все, в принципе. Хочешь, я отвечу? Давай, давай. Ну, короче, после долгих тоже каких-то этих мучений и терзаний, я тоже задумался над этим вопросом. Короче, смысл в том, чтобы все работало вместе. И мелодия, и ударка работали вместе. Если ты выключаешь мелодию и, как бы... Точнее, выключаешь ударку и мало чего меняется, типа, ударка сама по себе и мелодия сама по себе, тогда это не прикольно. И ты, как продюсер, должен создавать целостную картину в бите. И вот у Лада это получается, как бы, очень органично. Он, наверное, не особо задумывается. Видели Галешник, бля? Ебать. Не, ну, вот... Я не знаю. Вот на самом деле, вот я же... Я послушал Марка альбом, вот, Sense of Human вышел. Типа, ну, это, я не знаю... Ну, чисто по моему мнению, это сильнейшая работа, типа... Sense of Human, он же вроде 18-го года, не? Нет. Нет, ну, это, типа... Я просто только шоу гуглил, короче, у меня что-то выбило, 18-го года, и подумал, что я что-то не так написал. Смотри. А-а-а... Смотри. Маркул, Sense of Human, а дата 18-го, вот, прикинь. Типа, как так вышло? Это, типа, анонс настолько заранее был? Это отредактировали просто, наверное, название. А-а-а-а, реально. Это надо им нагнать, нагнать. Хорошо, шоу мы прояснили, а то я шоу-то уже, не право, кому-то бомене дотинули. Не, последний альбом. Он, тык, шоу просто канал проекомнировал, а чей-то, понял? Вот, типа, его... Та я не думаю, шо там шоу-то больше двух человек под... Вообще, кому нужно подписываться на канал, приименовывают название роликов. Пацаны, я хотел спросить за IQ-шечки, а чо вы сами юзаете вообще? Про Q. Про Q. И, знаете, вот, ладно. И знаешь, что я люблю для этот... Слайд-диджитал, виртуал-рэк-бокс, да? Там прикольные эквалайзеры. И вообще, вот, мой любимый для мастеринга, что-то такое, знаешь, этот бракс. А, я понял. Он очень такой тип, что-то не справишь ничего. Я, вот, вы знаете, сколько вот SSL, API и SSL, что-то вот меня вот прям вставляют очень звучание. Ну, мне, кстати, если SSL, мне вот намного больше нравится BrainWorks SSL. Шавелк? SSL, который EQ-стерийный. Хорошо. Кто-то выислил все? Кто-то еще? Ну, давай сейчас еще подключим. Спасибо, Влади. Спасибо большое. Спасибо большое. Многие еще юзают Mag. Вот это такой лазер, который такой... Mag? Красящий, да. Mag. Mag. Так это сейчас... Это не то, что я только что показывал. А, Mag. Не-не-не-не-не, я понял. Да, но он чисто для песочка прикольный. Но мне сейчас больше нравится SSL, вот этот IRQ, типа, он будет по-прикольному. Так, у нас появился четвертый слотик. Сейчас прокрутик сделаем на присоединениях-то у нас тут. А, вот Гарик Муза там сидит тоже. Да, я ему кинул запас, он что-то не залетает. Так, пацаны, короче, давайте... Что-то мы уже засиделись. Тут много, на самом деле, вопросов, именно в вопросах. Чуваки пишут, вот у меня там вопросы по музыке, добавь, добавь. И не знаю, ну... Может, завтра, типа, ты сделаешь более-менее готов выступить. Старик, давай, я пойду, я освобожу слот. Так у нас и так нет четвертого, понял? У меня завтра там станет приезжает, мне нужно дописать. Рад был познакомиться. Очень приятно, старик, очень приятно. Давай на связь будем. Давай, брат, до новых встреч. Да, все, счастливо, братан. Давай, давай. Так, Гарик, шо там, Гарик? Я сплю, пацаны, рад вам, если вписка Машка Лаба, то я за. Ну, по-моему, короче, всем чисто прописка нужна. Так. Да все, закругляйся уже, это... Да уже, если как наркотик, понял? А тут Саня, что-то нашел. Даник Битс, как говорили, там, что-то... Даник Битс. Как продвигаться продюсеру в соцсетях? Доброе утро. Доброе утро. Стрельки. Что там? Меня слышно? Слышно, да, да. А зачем тебе наушники поигрывают? Смотрю, у меня пару вопросов по плагинам. Я сейчас ищу такие плагины, знаешь, у которых более живучее звучание. Живучее. Ну, я понял, ты имеешь в виду, что не кристально вот эти на алгоритмах, которые построены, которые типа там трассами разными, да? Да, разными. Разными выражениями специально. Бро, на самом деле, ну, типа, мне кажется, самый лучший плагин, который ты можешь для себя вообще найти, это Акустика Аудио. Брат, там живучее. Акустика Аудио? Ну, короче, ты понимаешь, это импульсные, типа, компрессоры, импульсные эквалайзеры. То есть это прям сигналы с железок, типа, записывание. Ну, короче, это, типа, единственный способ, самые реалистичные плагины, которые эмулируют железо. По факту это и есть железо, там, на 99,99,99%. Импульсные ответы. Ну, короче, вот Акустика Аудио, брат, я думаю, кайфанешь. Типа, ну, там, есть даже логан. У меня, я хочу добиться такого звучания, как у Макана, у пацанов из Глаз Гейза. Знаешь, такое мелодичное, неприятное. Так, а плагины тут при чём? Тогда, не знаю. Это вообще не то, да. Да, потому что там Макан, понял? Нет, типа, я сейчас думал, там, я не знаю, типа, такие плагины живые. Ну, не знаю. Ну, блин, ну, Макана, я не знаю, Татюн, Вейпс. Да. Да, и всё, мне кажется. Ну, типа, ну, в принципе, стандартный такой набор. Типа, я думаю, представляешь, ты про какой-то арт-хаус, там, сейчас заваришь какие-то плагины. Да, да, да. Я помню. Да, да. А, ну, кстати, если... Макана, арт-хаус тоже. Прикольно. Я не знаю. Я не знаю. Акустика Аудио классная всё, но всё равно. О, да. Такой вопрос и у тебя, у Артёма. У Палагина, кроме Алекс Дави, ты ещё работал с какими битмейкерами из Молдавии? Да, кстати. Сейчас, сейчас. Ты у меня спросил? Да, да, да. Я раз пока искал футбайки. С кем я ещё из Молдовы работал? Да. Кроме Алекс Дави. Ты только Алекс Дави назвал, да? Да. Ну, ГБ Блэк. Ну, типа, наш ГБ Лочка. Он, типа... ГБ Блэк? Джи Би Блэк. Он, типа, у нас тоже в этом объединении, короче, музыкальном. И он же на Крид... Он делал с Сода Лав Крид. На последнем альбоме. Вот. Он с Молдовы. И вообще, он тебе много чего ещё там писал. Он Моту в своё время что-то писал. Кстати, малой пацан вообще. Короче, ну, вот только с ним, наверное, если ещё из Молдовы. Не помню, кто ещё из Молдовы. С ТГП-шечком добавить, я бы подиваю. Покольно. А ты что, с Молдовы? Ну, как бы да, я с Кишинёва. Понял. Чесинаву. Чесинаву, это неправильно. Просто так в аэропортах пишут, да, Чесинаву? Лев Кутюр вернулся. Ну, ладно, я понял. А? Лев Кутюр вернулся. Ну, давайте тогда что? Давайте тогда этот... Ну, короче, я понял, что Шушона Битмарей много. У меня вот... Сейчас, спасибо за совет. Давай, Браво. Я просто в идеале хотел бы куплетик от Кутюра послушать ещё. Кутюр, добавься ещё разочек. Куплетик на прощание для всех. Было бы идеально. Вот. Короче, круто, что Битмарей есть, а завтра уже за аноншу по курсам что-то. Всё, спасибо тебе, братик. Да нет. Да нет, Алик. Аданчик. Так. Попыточка. Кутюр, Кутюр. Ты здесь как его бил? Да, есть. Да, я с Сашей. 58 драк, это кто-то, друг. Дай, бацик, судьи себе. Кутюрчик. Брат. Как ты? Я хорошо. Что, ты написал какие-то новые строчки? Ну, что-то да, я так чисто. Когда футбол смотрел, что думал. Нахлынуло. Да, нахлынуло, что-то, хорошие. Да. Блин. Ну, приколин, что у нас? Почему же битосик? Битосик, а всё равно... Хотя бы темп, понял? Просто отстукивай. Ну, давай. А вот, давай под этот битос как раз. Я почувствовал благ, не иду назад, посадил травы, будто бы сад. Не. Мои хоми знают, что я всегда прав. У меня в кармане много трав. Это мой нрав. Этот кривстайл, выкупи этот став. Давайте поддержим его, давайте плюсиков накидаем. Лайки, лайки. Лайки, лайки. Да, и подписывайтесь на Лил Кутюра. У него есть эти строчки. Я не знаю, что такое провал. Нет, ты не знаешь. Нет, он не знает. Никогда не скам. О, нет, нет. Знаете, это харам. Чина. Ну, и все. Хороший. А большего и не надо, знаешь. Они не готовы еще. Спасибо. Ну, так и всегда, как вишенка на тортике. Скоро EP, пацаны. Да, ребят. Концепция лютая. Ура, ребят. Это очень жесткий тип. Хорошо. Спасибо тебе, Кутюрчик. Да. Спасибо всем, кто был. Ну, что тогда обсудили, потрещали, не знаю. Вообще, вроде прикольно в инстаграме трещать. Вот. Поэтому все. Всех обнял. Люблю вас всех. Саша тоже передает вам пока. Все. Все. Покупай в любимых магазинах ты с кэшбэком. Самый выгодный кэшбэк в мире это Бэккет. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылки ты не можешь пропустить это.